Ну что ж, дамы и господа, я всех приветствую. Сегодня поговорим про Mi 8 Lite. Это будет подробный, полноценный обзор спустя кучу времени. У меня была распаковка на канале, и вот спустя много-много месяцев мы поговорим о нем подробно. Я расскажу о плюсах, о минусах, о том, что мне в нем понравилось, то, что меня в нем насторожило. И, может быть, в конце этого видео вы сможете сделать для себя вывод. Стоит ли брать сейчас этот смартфон? Ведь на данный момент он очень-очень доступный по деньгам. Начнем с комплекта поставки, кто не в курсе. Значит, в комплекте вы получаете только кабель, иголку, телефон, зарядку. Кстати, зарядку вы получаете простую. Сам смартфон поддерживает Quick Charge 3.0, а в комплекте зарядник 5 Вольт 2 Ампера. Если нужна быстрая зарядка, покупайте. Они сейчас стоят копейки. 5-7 долларов за плюс-минус достойную зарядку. И если хотите прям топовый какой-то бренд, там уже придется выложить 10-15 долларов. Ну, чтобы вы уж точно не сомневались, что там все будет работать долгие-долгие годы. Еще в комплекте вы получаете силиконовый чехол, который неплохой по качеству, но точно такой же марки, как и сам телефон. Специально снял чехол, чтобы вы понимали, насколько он марки. Он красивый, стильный, тонкий, шикарно смотрится. Но до тех пор, пока вы не берете его в руки. Как только вы берете его в руки, перед вами вот такая вот картина. Ужасная, некрасивая. Хотя я видел, ну, наверное, больше половины людей ходят вот с такими телефонами. Заляпанными, замызганными. Просто они их не протирают. Ну, наверное, устали. А может быть, им нравится так. Чехлов у меня на этот телефон было заказано огромное количество. Здесь на канале вы могли их видеть. Кто не видел, просто вбивайте Mi 8 Lite в поиски по каналу и вы увидите все те чехлы, которые я заказывал. На него есть куча всяких классных стекол, чехлов и, кстати, недорогих. На данный момент я остановился на защитной пленке. Сам смартфон очень стильный и я бы рекомендовал к нему хоть какую-то защиту базовую прикупить. Либо карбоновую пленку на задник и какую-нибудь пленочку на переднее стекло. Либо хороший чехол какой-нибудь достойный, хотя бы даже силиконовый Нилкин, чтобы у него были защитные грани. И какое-нибудь хорошее защитное стекло на переднюю, на лицевую панель. Почему так? Дело в том, что сам смартфон сделан полностью из стекла. И хоть оно и горило глаз, закаленное, супер-пупер крутое, оно по-любому будет царапаться. И по-любому, если вы уроните этот смартфон, вот 10 человек уронят смартфон для теста и ничего с ним не будет. А вы без теста, просто выходя, я не знаю, из автомобиля, уроните его из кармана и он у вас разобьется. Согласитесь, будет очень печально. И вы будете вспоминать все эти обзоры, все эти тесты не очень хорошими словами. Потому что именно у вас в руках этот телефон разобьется. У меня был печальный опыт, когда я разбивал смартфоны. Это было не так часто, но после этого я понял, что я лучше куплю защитное стекло. Потеряю чуть-чуть буквально в яркости. Потеряю какие-то там несчастные 5-10 долларов на это стекло. Когда он у меня упадет, когда разобьется защитное стекло, я просто его выкину, наклею новое и буду пользоваться смартфоном дальше. Как минимум для того, чтобы в последующем, когда я буду его продавать, у меня его купили. И купили не за копейки, потому что самое обидное, купить смартфон за 250 долларов, а потом продать его за 50 спустя год. Ну только из-за того, что он в ненадлежащем состоянии. Но сразу скажу, что стекло здесь непростое. Действительно оно очень прочно, поэтому основные какие-то нагрузки оно выдержит. Не стоит переживать, что вот смартфон, видите ли, такой нежный. И нужно его беречь от каждой пылинки и от каждой монетки. Нет, в принципе, вот в кармане я его использовал и на нем, вот вы увидите вблизи, я покажу все нюансы, на нем никаких царапин, ничего. Но сразу скажу, что я берег этот смартфон, поэтому, естественно, я старался не класть его в карман с ключами, монетами. Поэтому он у меня хорошо сохранился. По возможности я использовал чехол, когда я их тестировал. Когда я тестировал сам смартфон на износа стойкости, я его кидал в рюкзак и он сохранился. Каких-то серьезных косяков в нем нет. Может быть мелкие, какие-то мизерные царапины есть на экране и на задней стенке. Но все равно это не смертельно и не критично. Но я больше чем уверен, что если бы я его использовал как Redmi Note 7, вообще не жалея, то он бы покрылся весь царапинами. И в том числе первое, что покрылось бы это, вот это защитное стекло на камеру. Сам смартфон выглядит очень красиво. И как только я его распаковал, я в него влюбился. Я не помню, какие эмоции у меня были на видео, но внутри я помню, что я очень радовался. Потому что это был самый, наверное, стильный, самый тоненький смартфон, который у меня был от Xiaomi. Он действительно невероятно тонкий. Он идеально сидит в руке. У него отличный дисплей. Практически небольшие рамки вверху и внизу на данный момент. А на то время это вообще была бомба. Он вышел год назад ровно. Уже сейчас я тестирую новенький Mi 9 Lite. Это следующее поколение смартфонов. Конечно, он отличается в лучшую сторону от Mi 8 Lite. Но есть нюансы, по которым он проигрывает. Об этом мы поговорим в отдельном сравнении этих двух смартфонов. Если оно вам интересно, заходите на второй канал. Я туда публикую сравнение, когда у меня появляется время. Так вот, по поводу красоты и стильности. Этот смартфон практически всегда собирал на себе взгляды людей, которые были вокруг. Потому что он, ну, шикарный. Я больше чем уверен, что этот смартфон практически нереально с каким-то другим спутать. Ты на него смотришь и ты сразу понимаешь. Это Mi 8 Lite. У него шикарный глубокий цвет. У него идеальное качество сборки. И у него приятнейшие материалы. И благодаря этим приятным материалам появляется первый существенный минус. Он очень скользкий. Конечно, в руке он зависит, конечно, от руки. Он может быть скользкий, может быть не скользкий. Жирная рука, сухая. Тут всякое может быть. Обхват руки тоже. Но если вы ставите его на какую-то гладкую поверхность. Все. Будьте готовы. Если эта поверхность под наклоном, будьте готовы, что он будет соскальзывать. Но это дает огромное преимущество смартфону. Он в руке. Ощущается таким дорогим, престижным. Это, я же говорю, это один из самых приятных смартфонов. Даже на данный момент, который я держал в руке. Все бюджетники, которые вы щупали до этого и которые я щупал, они рядом не стоят. Redmi Note 5, Redmi Note 6 Pro. Все вот это алюминиевое. Да даже стеклянный Redmi Note 7. Он все равно не так круто ощущается, как этот смартфон. Потому что он тоненький, стильненький. Качество сборки у него изумительное. Основная рамка у него металлическая. Поэтому она, конечно же, хорошо отводит тепло. Приятно ощущается в руке. И, конечно же, создает дополнительно прочность. Если вдруг вы этот смартфон уроните. К тому же, эта рамка покрыта хорошей краской. Поэтому, естественно, у вас не будет глубоких царапин. И не будет сильно облупливаться эта краска. Вот, например, на Redmi Note 7. Там вот эта краска, она хорошая. Тоже высококачественная. Но если в сравнении с Mi 8 Lite, то здесь все это на уровень выше. Хотя, Redmi Note 7 это тот смартфон, который очень-очень близок к этому аппарату. Поэтому, если вы выбираете между каким-то предфлагманом и вот каким-то бюджетником. То, скорее всего, вы придете к тому, что Mi 8 Lite можно вполне себе заменить Redmi Note 7. Но по ряду критериев он, конечно, будет проигрывать. 7,5 мм. Что вы понимали, это один из самых тонких смартфонов. Но из этого вытекает один из самых ярких минусов этого смартфона. Это его батарейка. Батарейка 3350 мАч. Вроде как достаточно такая стыдная емкость, как для такого устройства. Но, ребят, на самом деле, очень тяжело в такой тонкий стильный корпус запихнуть мощную батарейку. Им удалось запихнуть хотя бы 3300 мАч. За это им спасибо. Хорошо, что хоть не 3000 мАч. Но я вам скажу сразу. Некоторые говорят о том, что автономность у него ужасная. Некоторые говорят, что автономности хватает. Знаете, почему такая разница во мнениях? Я вам скажу, что мне, например, автономности хватало. Потому что я, первое, не играю в игрушки. Второе, пользуюсь интернетом порционно. То есть, если мне интернет не нужен, я его отключаю. Вот не нужен мне Wi-Fi, я его отключаю. Не нужен мне 4G, я его отключаю. Понятно, что если вы ждете каких-то уведомлений, хотите всегда быть на связи. Понятно, что вы будете оставлять включенным и Bluetooth. Но если вам нужен интернет порционно, то вы значительно можете сэкономить. Еще один момент, это то, что я пользуюсь автояркостью. Если выкручивать здесь дисплей на максимальную яркость, она здесь очень большая, то вы высадите этот смартфон очень быстро. Поэтому, конечно, все зависит от того, какие у вас сценарии использования. У меня лично его хватало на световой день, но на целый день его не хватало. Потому что, ну, задачи такие, что много смотрю видео, часто пользуюсь GPS. Кстати, GPS очень хорошо высаживает батарейку. Поэтому, ну, если вы берете такой аппарат, приготовьтесь к тому, что вам нужно докупить какой-нибудь маленький пауэрбанк на 3000 с чем-то миллиампер часов. Тогда вы вообще не будете чувствовать никакой проблемы с батарейкой. Вас это вообще не будет заботить. Берете с собой этот пауэрбанк, ну, на 1-2 дня его точно будет хватать. Кидайте вместе с телефоном на зарядку. Единственный минус это то, что пауэрбанки от Xiaomi, вот эти компактные, они все идут с microUSB. Поэтому придется пользоваться двумя проводами. Но радует, что здесь поддерживается быстрая зарядка. И действительно, если вы высадите смартфон в самый такой вот злополучный момент, когда вам нужно будет им воспользоваться, вы как бы можете к этому подготовиться. Потому что быстрая зарядка Quick Charge 3.0 спасет ситуацию на самом деле. И если вы возьмете даже соответствующий пауэрбанк, это еще даже в плюс вам. Но быстрой зарядки нет в комплекте. Поэтому адаптер придется купить. По поводу олеофобного покрытия. Оно здесь хорошее. Оно настолько хорошее, что палец скользит как по маслу. Отпечатки на экране практически не остаются. То есть сейчас здесь пленка. Понятно, что вы это все не увидите. Но я пленочку сниму и я вам все покажу. Так что по олеофобному покрытию здесь все на очень достойном уровне. Это действительно предфлагматская модель. Чего не скажешь про заднюю крышку. Здесь отпечатки это просто мрак. Обычно такие телефоны снабжаются такой комбинацией. У вас будет лоток, в котором будет просто возможность установить две симки. Здесь, спасибо Xiaomi, есть возможность выбора. Симка карта памяти, симка симка. Хорошо, что гибридный лоток. Но я бы конечно был бы рад, если бы здесь была возможность установить две симки и отдельно карту памяти. К сожалению, этим блещут не все смартфоны Xiaomi. И даже иногда неожиданно получаешь подобный бонус от телефонов, который ты не ждал. Посмотрите у меня здесь на канале одно из последних видео. Один из последних телефонов Xiaomi. Он действительно меня этим удивил. Потому что обычно эта опция есть только у дешевых смартфонов. По поводу карты памяти. Возможно, она здесь поддерживается и на 512 гигабайт. Но у меня таких карт нет, чтобы проверить. Поэтому 256 гигов. Это то, что 100% этот телефон потянет без глюков и без всяких проблем. Если, конечно же, у вас нет возможности установить сюда карту памяти. Ввиду того, что вы пользуетесь двумя симками. То я рекомендую сразу брать версию. У меня, смотрите, версия 4.64. Но есть точно такой же смартфон 6.128. Я рекомендую брать эту версию. Потому что у вас будет памяти 128 гигабайт. Из которых вам будет доступно, по-моему, 112 или 115. Я уж точно не помню. Это очень много. Чтобы вы понимали, этого хватит. Вот даже очень заядлым таким любителям поснимать фото и видео. Снимает он, кстати, в 4К. И поэтому занимать будет это очень много. А если вы еще и снимаете фото в максимальном качестве. То эти фотки будут тоже весить очень много. Не так много, как современные 48 мегапиксельные клепают модули. Но все равно достаточно много. Поэтому подумайте об этом заранее. Если есть возможность, например, этот телефон пощупать у вас в городе. Пощупайте либо этот телефон. Либо что-то похожее на этот телефон. На этот телефон похоже что-то типа Mi A2. Я имею в виду по ощущениям. Я не говорю о том, что он такой же, из таких же материалов. По тонкости, по стилю, по камерам. Mi A2 очень близок к этому телефону. Это по моим ощущениям. И уже после этого вы сделаете выбор. Не только на основе этого обзора и моих личных впечатлений. Потому что мои впечатления это всего лишь субъективщина. И они могут вам вообще не подойти. Поэтому, когда вы сами лично пощупаете, вы уже сможете не только в магазине купить, но и в Китае. Если вдруг вы покупаете, как я, все в Китае. Ну или много чего в Китае. То обязательно не бегите сразу сломя голову покупать телефон в Китае. Еще порадовало, что они, несмотря на то, что убрали отсюда инфракрасный порт, оставили второй микрофон. Это очень важно, потому что это помогает в записи видео. И это помогает при разговорах. Реально, когда есть какой-то посторонний шум, ветер, второй микрофон подключается и звук становится чистым. Кстати, раз уж мы поговорили про разговоры, то немножко поговорим про связь. Она здесь хорошая. Здесь отличный Wi-Fi модуль. Здесь отличный Bluetooth модуль. Модуль радио, то есть который обеспечивает нам разговоры по сотовой сети. К сожалению, нету FM модуля. Поэтому сюда, даже и наушники сюда не воткнешь. Скорее всего, поэтому FM модуль и не стали сюда устанавливать. Так вот, по поводу связи. Она чистая, качественная. И все модули, которые установлены, они здесь достаточно свежих поколений. Поэтому в ближайшие года вам не понадобится обновлять телефон. Ну, разве что, просто деньги не появятся и большое желание. Bluetooth модуль здесь пятого поколения. Low Energy. Без проблем работает вот с такой носимой электроникой. Mi Band 4. Вообще без проблем. На дальнем расстоянии. Просто шикарно. Еще момент. Плюс этого Bluetooth свежего. Это то, что он поддерживает APTX HD. Я специально сделал скриншот, для того, чтобы не быть голословным. Вот, пожалуйста, скриншот. Я сопрягал свое устройство, которое поддерживает APTX HD и этот смартфон. Вот, пожалуйста, это, кстати, вот этот вот приемник передатчик от Higibis, который позволяет в высоченном качестве слушать музыку. И действительно, этот смартфон позволяет слушать музыку по Bluetooth в высоченном качестве. Конечно, в комплекте у вас будет адаптер специальный, который позволит вам через USB-C слушать музыку на наушниках. Потому что здесь просто выхода на наушники нет. Но я не знаю, почему Xiaomi решили так сделать. Может быть, в тот момент такой тренд был, может быть, они хотели немножко создать конкуренцию внутри своей компании, среди разных линейок смартфонов. Но они справились в новом поколении Mi 9 Lite. Вот в Mi 9 Lite есть инфракрасный порт, есть разъем для наушников, при этом USB Type-C. Никаких проблем. И радио также завезли. Так что, я не знаю, компания Xiaomi постоянно что-то экспериментирует. По поводу диагонали. 6,26 дюйма. Я вам сразу скажу, что мне этой диагонали хватает. Это большая, удобная диагональ. Но есть люди, которым кажется такой смартфон очень большим, лопатой, ни за что не куплю, не буду пользоваться, неудобно, в карман не помещается, из рук выпадает и так далее. Да, эта диагональ подойдет не всем, но мне лично, я бы даже 6,5 дюймов ходил бы и не стеснялся. Потому что я люблю большие диагонали дисплеев. Матрица здесь IPS, поэтому маленький такой намек для тех, кто хочет себе новенький, хороший, свеженький смартфон. Они новые еще есть в продаже. Так вот, кто хочет телефон без AMOLED дисплея, смотрите на предфлагманы предыдущих поколений. Они снабжаются шикарными дисплеями. Здесь дисплей IPS с шикарными углами обзора, с шикарной яркостью. Я не помню сколько нит. Он просто, просто камера не справляется, потому что он очень яркий. Смотрите. Шикарный. Когда яркое солнце светит, сейчас просто ярких солнечных дней мало. Осень у нас, все такое заволоченное тучами, серое. И особо как бы даже и фото, и видео не поснимаешь. Ну, потому что неприятно. Такое все блеклое, никаких ярких красок. Но когда было солнышко, выходишь, солнце светит на дисплей, а тебе все видно. В этом как раз и заключается изюминка предфлагманских смартфонов, в отличие от бюджетников, топовых бюджетников и ультрабюджетников уж тем более. У них шикарные дисплеи. Здесь дисплей с шикарными углами обзора. Здесь дисплей с шикарной цветопередачей. Я просто, вот когда я получил этот смартфон, я уже сразу влюбился в этот дисплей. Единственное, что в этом дисплее мне не очень нравится и вас может разочаровать, челка. Это челка, это монобровь. Она реально, вот в тот момент были такие тренды. Вот производители просто впихивали во все свои смартфоны эти челки. Как-то не сильно спешили вносить какие-то инновации. А, увидели у айфона, давайте сделаем так же. Спасибо, что двигаются вперед и теперь используют капли. Я честно очень люблю вот капельки вместо челок. В принципе, можно к этому привыкнуть. Я бы даже сказал, что я вот когда использовал этот смартфон, я получал удовольствие. Ну, просто потому, что ты особо не замечаешь эту челку. Ну, понятно, что иногда иконки не все помещаются, да, не вся информация отображается в верхнем баре. Но в целом, в большинстве ситуаций, 90% случаев, вы эту челку не будете замечать. Тем более, что ради этой челки они сюда воткнули шикарную селфи-камеру. Мы по камерам чуть-чуть попозже поговорим. Но здесь камера настолько крутая, что очень тяжело мне было. Потом, когда я покупал разные смартфоны от Xiaomi, мне очень тяжело было найти телефон с такой селфи-камерой. PPI 403, то есть плотность пикселей. О чем это говорит? Я не только смотрю видеоролики, там еще что-то, фотографии какие-то. Я много читаю. Я смотрю видео в высоком качестве. Ну, как правило, я стараюсь читать. И когда я читаю, это и ленты соцсетей в том числе, и мои подписки какие-то, да, ознакомительные. Когда я читаю, я по достоинству могу оценить, насколько хороший дисплей. Потому что я могу увидеть его плотность пикселей. Я могу увидеть, устают глаза. Не устают. Какая, насколько картинка резкая. Насколько она детальная. И здесь, действительно, дисплей просто бомба. Потому что ты не устаешь. Ты ставишь, вот даже, посмотрите, вот так вот максимально близко, насколько, наверное, может эта камера взять. Ты не устаешь, потому что здесь очень хорошая прорисовка шрифтов. Притом, независимо от яркости и независимо от того, под каким углом обзора у тебя находится экран. Это меня поразило. Я, ну, просто в восторге. Еще один момент, который может некоторых разочаровать, это то, что у этого телефона нет поддержки CDMA. К сожалению, только Band 7, Band 20. По поводу Type-C. Классно, удобно, понятное дело. Я вот влюбился в Type-C еще, как только они стали появляться на телефонах. Очень классно, что поддерживается OTG. Я все фотки, все видео, все перекидываю через OTG на флешку. У меня есть переходничок. Скорость классная и стабильность. Я вот в последнее время стал покупать Lenovo, потому что они дешевые. И я могу их дешевые, вот эти Lenovo, сравнивать с дешевыми Xiaomi. Это действительно интересно. И когда ты сравниваешь, ты понимаешь, что у Lenovo OTG поддерживается, да, вроде как все good. Но скорость не такая. Иногда он подтупливает. Иногда даже я думал, что у меня проблема, что он зависал. А он просто ждет. У него буфер маленький, и он не может закидать кучу файлов на большой скорости на внешний носитель. То есть OTG хорошо работает в режиме мышки, клавиатуры, еще чего-то, фильм воспроизвести. Но если перекидывать данные, то лучше Xiaomi, вот из тех телефонов, которые я тестил, это Meizu, Lenovo, Xiaomi. Лучше этих телефонов никто по OTG, по скоростному интерфейсу не работает. Поэтому тут выше всяких похвал, и мне еще нравится, что здесь идет симметрия. Две симметричных решетки, под одной динамик, под другой микрофон. И, кстати, по поводу звука, он здесь чистый, хороший, достаточно громкий. Ну что, давайте посмотрим, что это за аппарат. Сегодня немножко сравним его с теми аппаратами, которые у меня уже были. Это прямой конкурент Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Короче, звук чистый, даже легкий басок проскальзывает, но звук тихий. Ну, тут уж смотрите сами, лично для меня тихий, возможно, для кого-то это будет норм. Потому что я сравниваю не только с современными телефонами Xiaomi, но и вообще в целом с тем, что я слышал даже у других брендов. Телефон поставлялся на восьмом андроиде, версия была 8.1, и в последующем он у меня обновился на девятый андроид. То есть он хорошо поддерживается, сюда прилетают обновления. И даже сейчас, вот у меня сейчас версия 10.3.2.0, прошивка, кстати, Mi. И даже сейчас у меня доступно обновление до 10.3.5.0. 600 мегабайт. Поэтому, если хотите на перспективу телефон, Lenovo, Meizu, ну, такое себе, потому что поддерживаться не крайне плохо. А вот Xiaomi регулярно прилетают какие-то обновления. И важно, что после этих обновлений, как правило, что-то улучшают. Редко, очень редко могут что-то испортить, но потом выпускают что-то такое, микрообновления и подправляют. Это очень редко бывает, но такое бывает, наверное, у всех. В частности, даже у крупных брендов, там, Samsung и Apple. Я уже говорил о том, что здесь стоят шикарные модули связи, это Wi-Fi, Bluetooth и так далее. По поводу Wi-Fi я немножко не рассказал. Здесь он действительно мощный, ловит через три стены без проблем роутер, без просадки по скорости существенной. И здесь поддерживается Wi-Fi Dual Band 2.4 ГГц и 5 ГГц. Это круто. Мне, как человеку, который обладает соответствующими роутерами, это было в плюс. Потому что я на 2.4 ГГц телефоны очень редко сажаю. В основном они у меня трудятся на 5 ГГц. На 2.4 ГГц я сажаю умные устройства, всякие лампочки, светодиодные ленты и все такое. Очень захламленный диапазон, поэтому вот это является спасением. Берите этот телефон и вы ощутите, что такое на самом деле Dual Band. Если до этого у вас не было такого телефона и есть соответствующий, конечно же, роутер. По поводу навигации. Момент очень интересный, потому что этот телефон очень хорошо поддерживает геолокацию. Мне понравилось, что несмотря на то, что здесь не поддерживаются все-все-все системы, там и французские и так далее. Здесь GPS и GPS GLONASS. По-моему, только вот это поддерживается. Но навигация осуществляется быстро, очень точно, на холодную, очень классный старт. Я, честно, был удивлен. Наверное, это заслуга не только модуля GPS, но и процессора, который, в общем-то, быстро обрабатывает всю эту информацию за спутников. Поэтому мне кажется, что в качестве навигатора это будет отличная рабочая лошадка для путешественников, блогеров и даже для таксистов. Еще один момент, который меня, знаете, он такой спорный. Это процессор. Он меня немножко раздражает. Потому что я, конечно, понимаю, что этот телефон уже год. Год назад он был выпущен, в сентябре 2018 года. Я понимаю, что на тот момент Xiaomi очень-очень хитрили, не спешили внедрять новые процессоры в свои новые телефоны. Но мне лично, я бы хотел, чтобы здесь был установлен более свежий процессор. 660 Snapdragon это уже, извините меня, старый динозавр. Он хорош, он мощный, он справляется с задачами хорошо. У меня не было на этом смартфоне каких-то лагов, завессонов, чего-то такого, что прямо вот омерзительно пользоваться. Нет, он справляется с задачами, он хорошо переключается между приложениями, быстро их запускает. В чем заслуга не только процессора, но и быстрой внутренней памяти. Но этого процессора может не хватать в определенных играх. Так как устройство достаточно дорогое, оно будет интересно тем, ну как дорогое. Это не смартфон за 100 долларов. Поэтому, естественно, такой смартфон будут рассматривать с таким мощным процессором в первую очередь те, кто любит поиграть в игрушки. Потому что за эти деньги, сколько он сейчас стоит, ну какой-то более не менее мощный смартфон тяжело найти. А тут подключил Powerbank и гоняешь целый день в игрушки. Потому что процессор в принципе позволяет это делать. Единственный момент это то, что на данный момент это не самый холодный и не самый энергоэффективный процессор. Потому что на тот момент, когда он выпускался, уже были более интересные решения, насколько я помню. Но Xiaomi пожадничали, установили дешевый процессор, поэтому этот телефон так быстро упал в цене. Ну просто потому, что люди понимали, что, ну кто более не менее разбирается, хотелось бы за эти деньги чего-то большего. Но сказать, что процессор слабый, его не хватит кому-то, нет, это не так. Он действительно достойный даже вот сейчас, на конец 19-го, начало 20-го года. Многие, кто в эту тему даже не влезает с головой, вы будете пользоваться и получать удовольствие. Ну просто потому, что здесь все на высоте. Еще плюсом этого телефона является то, что он имеет разблокировку по лицу. Помимо того, что здесь есть сканер отпечатка пальца, тогда Xiaomi стали активно внедрять вот эту технологию. И она работает не лишь бы как, а работает очень хорошо и очень быстро. Смотрите, телефон выключен. Я сейчас нажимаю на кнопку. Оп, оп, оп. Все. Все, он готов разблокироваться. И еще раз делаем то же самое. Нажал, посмотрел. Оп, он уже разблокировался. Понимаете, да? Ну понятно, он готов к разблокировке. То есть палец вверх, все, он разблокировался. То есть он считывает моментально лицо. Понятно, что здесь свет хороший. В принципе, на меня светит достаточно светло. Понятно, что сам телефон находится достаточно близко и прямо ко мне. Но я заметил вот из использования, что даже под углом, под таким, да, когда смотришь, под таким углом, ну там плюс-минус. При плохом освещении разблокировка быстрая, точная, без ошибок. То есть это меня порадовало. В отличие от современных смартфонов, там, ну, разблокировка по лицу еще ладно. Если брать выезжающую камеру, постоянно это вообще никуда не годится. Это неприятно, неудобно, раздражает. Или, например, разблокировка сканером, который глючит вот этот подэкранный. Это тоже там создаешь определенные условия, чтобы все более-менее работало. Здесь все работает нормально. И когда к этому привыкаешь, потом другим телефоном начинаешь пользоваться, и тебя это напрягает. Здесь разблокировка сканером, вот я выключил, она моментальная. Вот смотрите. Оп, оп, все, он разблокировался. Миг просто. Поэтому, когда к этому привыкаешь, то потом даже бюджетники, которые тоже быстро разблокируют, но не так быстро, как этот, потом они уже кажутся такими скучными, неинтересными. Но за свои деньги, что вы хотели? За все это время у меня не было проблем, что где-то какая-то кнопка отвалилась, что-то расхлябанное, где-то порт там расшатался, еще что-то. Сборка изумительная. Камера минимально выпирает, и родной чехол ее защищает. Но сейчас все чехлы, которые идут на рынке, на этот телефон, они все отлично защищают камеру. Тут можно не переживать. Она здесь вообще минимально имеет выступ. Это действительно очень удобно и дорогого стоит на данный момент. Вспышка тоже неплохо работает, но я со вспышкой очень мало фотографирую. Я не люблю вот этот окрас, который дает вспышка, неприятный, неравномерный. И еще момент, что в этом телефоне нет поддержки NFC. Я знаю, что многие, ну не многие, но есть категория людей, которым нужно NFC. Мне, например, не нужен NFC. Я им не пользуюсь, и даже если в телефоне есть, а у меня есть такие телефоны, в которых есть NFC, я им не пользуюсь, потому что у нас нигде невозможно им воспользоваться. У нас везде оплата, карточка, QR-код, все, больше нет. Ну, наличка еще. Поэтому, в общем-то, я даже если был бы NFC, не смог бы ничего протестировать и что-то вам сказать, как он работает и так далее. Но здесь этого нет, поэтому есть люди, которых это может разочаровать. И, несмотря на все плюсы и все то, что может вас влюбить в себя в этом телефоне, это может оттолкнуть. Из конкурентов, это Mi A2, о котором я говорил чуть раньше. Redmi Note 7, понятное дело. Lenovo S5 Pro, который вот недавно у меня был на распаковке. Ну и Sharp Aquas S2, который достаточно старенький, там, по-моему, с 17-го года. Тоже начального уровня такой флагман. Он очень хороший, он мне очень понравился. И, кстати, до сих пор его можно найти. Это вот такие, примерно, конкуренты, которых я могу отметить. Потому что, по сути, в этой линейке конкуренты, если и есть, то, наверное, там, у Samsung, у Honor. Просто не знаю у этих телефонов вообще градацию, линейки, что, какие телефоны есть. Я не интересуюсь этими брендами, что у них происходит. У Samsung я интересуюсь только флагманами и то старыми. Поэтому, что там, как там. У них там тоже миллион смартфонов в одной линейке, там, 50 разновидностей подвидов смартфонов. Мне бы с Xiaomi разобраться, где у них что. Тоже клепают эти смартфоны. Как будто завтра у них лицензию заберут. Понравилось, что телефон быстро заряжается. Практически полностью его можно зарядить за час с копейками, там, полтора часа. И за полчаса он заряжается до 50-60%. Это очень крутой показатель. Если, конечно, пользоваться им на максимальной яркости, то около пяти часов экрана у вас будет. При условии, что вы его нагружаете. Если автояркость у меня выходила примерно семь с половиной часов и выше. Там, в зависимости от условий. Если условия более темные, то, понятное дело, что и от задач. Если вы какую-то статичную картинку смотрите, никакой анимации, ничего нет. Да, там, какую-то ленту соцсети листайте. Понятно, там нагрузки никакой и автономность будет выше. Но если у вас навигатор все это время работал, то, понятное дело, что даже на автояркости у вас аккумулятор будет высаживаться. За ночь уходит примерно 1-3%. Если Wi-Fi оставить включенным, то 1-3% в зависимости от того, что там он хорошо спит. Но бывает так, что какие-то приложения там его пробуждают. Но это очень специфические приложения. Я, кстати, рекомендую им запретить такие вещи делать, чтобы телефон жил максимально долго. Челку, кстати, можно скрыть в настройках, но тогда вы съедаете часть экрана вверху. Тогда смысл этого телефона уже не сильно понятен. Ну и по ценам, значит, я его покупал за 170 долларов плюс 20 долларов доставка. Короче, практически 200 он мне вышел. Сейчас его можно купить за 150, за 160. Если это будет версия 4.64 и 6.64. То есть есть такая нейтральная версия, где добавили оперативки, но внутренний накопитель оставили таким же. Так как цена одинаковая, смело смотрите на версию 6.64. И та версия 6.128, о которой я говорил чуть ранее, она как бы топовая. У нее ценник там 170-180 долларов. То есть примерно так, как я покупал этот аппарат. Так что смотрите, цены достойные на данный момент. Я так думаю, что за эти деньги даже то, что можно посмотреть, в принципе, на рынке, оно будет либо толстое какое-то, угрюмое, либо камеры будут хуже, либо еще какие-то нюансы будут по качеству материалов. И поэтому подведем небольшой итог. Понравился ли мне этот смартфон? Вы знаете, этот телефон из того разряда, который влюбляет в себя. Очень тяжело после него смотреть на какие-то бюджетники, что-то щупать такое более дешевое. Конечно, у него есть минусы, как и у любого изящного тонкого смартфона, у него не такой мощный аккумулятор. У него есть плюсы в виде шикарного дисплея, но, в общем-то, кому-то хочется AMOLED дисплей. Есть такие люди, им хочется сочный дисплей, им хочется яркий дисплей. Им IPS не нравится. Поэтому есть люди с разными потребностями и у каждого свои задачи. И, конечно же, у Xiaomi есть выбор на любой вкус и цвет. Поэтому, если вам нравится этот телефон, я думаю, что берите, не пожалеете. Просто пощупайте его, если есть возможность, в магазине. И тогда уж смело покупайте, где вам душе угодно. Он мне доставил массу неизгладимых впечатлений. Я сделал на него массу крутых, классных фоток, которые остаются у меня в архиве, скажем так, в семейном. Останется замечательная память. Когда-то я с подобной теплотой отзывался о Redmi Note 5, который действительно был за свои деньги очень крутым. Вот этот действительно, это топчик за свои деньги. Понятное дело, что я его продам, потому что мне не нужно миллион смартфонов. Но это телефон, по которому я буду скучать. И настолько задает высокую планку, что потом очень-очень тяжело соскакивать на что-то более бюджетное, более дешевое. А какие мысли у вас есть на этот счет по поводу этого смартфона? Сразу скажу, я не супер крутой обзорчик. Я просто высказываю свое мнение. Это мой личный блог, в котором я делюсь своими ощущениями. Если я в чем-то ошибся, пишите в комментариях. Поправляйте меня, мне будет интересно. Конечно же, в нормальной, вежливой форме. И, конечно, если есть какие-то вопросы по данному телефону, я наверняка что-то забыл. Напишите об этом в комментариях. Либо я, либо все наше сообщество. Ответим на ваши комментарии, если будет такая возможность. И не забывайте, что если я не ответил на ваш комментарий, не обижайтесь. Просто у меня не хватает времени. У меня не хватает времени на запись множества видео, которые я хотел бы до вас донести. Множество мыслей, идей. Поэтому, если я пропускаю какой-то комментарий неотвеченным, не думайте, что я его не прочел. Я все комментарии читаю. Все комментарии проходят модерацию. Просто не хватило времени. Спасибо за вашу поддержку, за то, что вы смотрите мои видео от начала до конца. Это огромная лично для меня оценка положительная. Если видео понравилось, не забудьте поддержать. Если интересно, я в описании выложу ссылки, если вдруг будете покупать в Китае, где можно его купить в Китае. Там будут цены от мала до велика. И также ссылка на два кэшбэка, которыми лично я пользуюсь, чтобы вы тоже могли экономить. Заходите в группу ВКонтакте. Я там публикую купоны, всякие скидки и многое другое. И я ее создал по вашей просьбе. Спасибо за внимание. И еще момент. У меня есть второй канал. Я, по-моему, уже говорил в этом видео. Заходите туда. Там есть разное сравнение, опыт использования и многое другое. И там я, конечно же, про этот телефон тоже снимал определенные видео. Добра, любви, пока. 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 Продолжение следует...